ну вот и заканчивается потихоньку наше путешествие скажем так на русский север еще осталось буквально пару дней завтра мы планируем подняться на платок варкуш и на же голландские водопады в целом прошли наверное уже больше 4000 километров и по асфальту и по реке на пароме и по верховым болотам по курумом в общем было все было много интересного была и прекрасная солнечная погода и проливные дожди урал батюшка показал свой характер он не так прост но в целом все равно все понравилось понравились люди значит наверное они немножко отличаются да ножка сильно отличаются от наших заезжали в города в северные они такие молодые красивые немножко напоминают курортные но видно что присутствует такой деловой характер у них на пароме пока плыли нас угощали и выпечкой и даже самогоном мы правда отказались да нам дали с собой значит оставляли телефон и чтобы мы в салихарде имели возможность случае каких-то форс-мажорных обстоятельств позвоните и попросить помощь какую-то вообще подходили многие спрашивали куда мы кто откуда всем интересно в общем особенно понравились люди на севере они другие это точно немножко конечно грустно что она заканчивается сейчас будем долго ждать когда начнется новое куда она будет не знаю когда будет трудно сказать но но это я думаю запомнится надолго кстати говоря после поездки на перевал дятлова в пятнадцатом году долго не было такого путешествия которое бы действительно зацепило казалось что всем маленько не дотягиваю до того уровня сейчас понятно что там сделаны и мосты и очень много туристов стало так скажем уже не тот маршрут но тогда нам он утром вот очень так зашел там так атмосферно было как-то природа дикая прям до запомнился и вот наконец-то вот состоялась такая поездка которая ну не переплюнет может быть но она не менее интересно захватывающая и в общем то такую конечно поездку запомнишь на всю жизнь дорога на кваркуш на жигалан и вид на главный уральский хребет он немножко за кустами скоро подъедем ближе ну красиво какой высокий красавец уральский хребет он уральский хребет он уральский хребет он уральский хребет он уральский хребет уральский хребет уральский хребет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все, всех накормили ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кваркуш Ну это Эпичное место, что там сказать Подъем экстрим Я еле-еле-еле Еле-еле заехал вообще По Каменистому спуску река Фактически тесет Уклон бешеный, камни сыпуха Ну а этот подъем того стоит Вот это Бесспорно Бесспорно Такие виды Такие виды На главный Уральский хребет вид Да Просто вообще Слов нет, бомба Бомба Кстати, вот едет Дима Он немножко легче поднимается Меня Видимо ездит получше Несет Ну как Дима Ну как тебе Вау Скалы На плату Это кто? Это скалы Если я Думаю правильно То наверное три брата Три вот этих брата А там а кто двое Ну не знаю, Дима Надо почитать Врать не буду Езжай Поезжай В прошлый раз ездили Не могли На кварк уж подняться В сухую погоду Теперь это делаем в дождик Выхода-то нету другого Подождите Подождите Или попер Скользко Думали-думали А что долго думали Не думали долго Заглянули Под мотик А там бить Масло капает Давай все Осматривать Короче Оказалось Что каким-то образом Потерялось Масло Сливная Пробочка Как она открутилась Непонятно Вообще Вообще Непонятно Вот Все масло Течет потихонечку Уже вытекло Все наверное Ну в результате Движка встала Что делать-то Делать нечем Берем Вот такую херню Называется Палочка И пока Временно Временно Затыкаем Ну а выбора-то Больше нету Палочка Хоть немножко Разбухнет Ну хотя Все равно Уже заводить Не будем Впереди Еще 50 километров На тросу В дождливую Погоду Поэтому Все впереди Еще Вот Закончился Наше Путешествие Собираем вещи Домой Сегодня был Последний день Съездили Посмотрели Плата Кваркуш Красота С высоты До хрена Видно Что Интересно Сложный подъем Был Каменистый Преодолели Мужественно Все слова Чуть не умер Но все равно Держался до последнего В последний момент Сказал Я не слышу звука И пошел тебя спасать А так бы Наверное Так и не поднялся Там бы остался Вот Так что Замечательное путешествие Подошло к концу Ну маленькая ложечка Дегтик Преподнесла нам Судьба Последний момент За 50 километров Не знаю Где-то потерял пробку От маслосъемного Ой От Сливную И масло все вытекло Короче Двигателю И ехали мы На буксире 50 километров Вот так вот Пошел дождь А мы под дождем Мокрые Короче Херачив Пришли Приехали Все синим Все болтается Блин Трясется Короче Кое-как согрылись Сейчас вот загрузились Ну Собираемся домой Ну Вот так Сегодня А 50 километров Ехал Еще снова На спущенном Колесе И у него Еще ручка Задымила Так что Последний момент Нам короче Судьба Дала Просраться В общем За это За это 10 дней Получили Дофига Эмоций Всяких Разных Так что Все хорошо Он имеет От свободы И бывает Как Ростер Он один На весь Простор Если Близь Сознать Смогли Сколько Лету До Земли А потом Лежать Сваляться Под Ногами Впыли Если Близь Снять Смогли Все Залезли В УАЗик Собираемся Спать Сейчас На ход Процедура Ритуал Ритуал Машкары Капец Капец Просто Вообще Это Ужас Какой Мы Мы Не курящие Но И вот Решили Кальян Забодяжить Ужас Для себя И Машкары Близь Ужас Машкары Вообще Дверку Открываешь А за тобой Еще Штук 20 Залетает Сразу 20 Там 20 20 20 Ужас Машки У нас Такого Нету Да Не У нас Нету Он Он Сейчас Выключит Все И Он Сразу Телефон Убирать Не буду Специально Его Запишу Убирать Скоро ночь будет. Что Слава будет делать, я не знаю. Он, наверное, выкинут нахер с парома. Да, ребята. Примерно так вот. Так примерно все. И над нами примерно так же. Сопь пересекли. А у меня они знают, что я здесь. Ага, они летают, рассказывают о сказке. Мотик-то чистый, блядь. У тебя там что-то. Ожидали немного более лайтовый маршрут. Даже камеру было не достать. Сзади ливень полыхает. Местами едем просто... Я не знаю, просто по реке едем по какой-то. Вверх по течению. Ну, вверх по течению. Блин, суровый Урал, батюшка. А куда, Дима, это... Сопь впадает? Сопь впадает в Черное море. Два наряда вне очереди, значит, тебе. Опять два наряда вне очереди. Давай, учи, учи географию. Вот мой и учи географию. Куда впадает Сопь? Сопь впадает. Не знаю, я молчать буду. Партизан какой. Все, лежу, отдыхаю в палатке. Устал, капец. Потом расскажу, как все было. Было интересно. За два дня приключений. Как, блядьца, месяц путешествия. Да, Дима. Вот такие старики-разбойники мы. Фиес. Начался дождь. Маленько покапает сейчас, пройдет, наверное. Ну, пройдет, конечно. Будем надеяться, что никак вон там. Да, там вообще жесть. Мы сегодня, короче, вымокли. Высохли. Опять. Опять вымокли. Вымазались в грязи, блядь. Ну, короче, вообще, за день. В общем, отдыхали, как могли. Детство кончится когда-то. Ведь оно не навсегда. Станут взрослыми ребята. Разлетятся кто куда. А пока мы только дети. Нам расти, еще расти. Только небо, только ветер. Только радость впереди. Только небо, только ветер. Только радость впереди. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ